Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Несмотря на то, что весна только вступает в свои права и владения, уже начался настоящий, самый что ни на есть лучший футбол. Матчи Кубка России, Лиги Европы, Лиги чемпионов и, естественно, чемпионат России. Можете себе представить, сколько футбола было за прошедшую неделю. В ближайшие 45 минут мы обсуждаем вместе с вами все перипетии этих матчей. Вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Евгением Ворониным и Леей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, уверен, что у каждого из вас были моменты на прошедшей неделе, когда действительно мы восторгались, восхищались теми матчами, которые были. Я не знаю, насколько наши телезрители или мы все восхищались матчами Кубка России, но это наше, это родное, это самое близкое, да, что есть у нас. И давайте сразу посмотрим, состоялись матчи 1-4 финала Кубка России и какие были результаты. Итак, Рубин Локомотив 0-1, Арсенал Оренбург 1-1. Ну и, наверное, самый неожиданный результат в паре Урал-Спартак, Урал у себя дома обыграл 1-0 и вышел в 1-2 финала. Я напомню, да, я думаю, вы все уже знаете, но еще раз напомню нашим телезрителям, что с этого года команды проводят по два матча. И Спартак сыграл осенью первым. Спартак сыграл, да, ну и как все остальные сыграли матчи, да, и по результатам. Давайте сразу посмотрим матчи, которые будут уже в полуфинале, да, 20 марта состоятся матчи полуфинала Кубка России. Ростов встретится с Локомотивом и Арсенал встречается дома с Уралом. Сереж, Кубок России дает право, ну, по крайней мере, да, в финал, кто победит, дает право выступить в Лиге Европы. Какие из этих пар предпочтения? У меня? Да. Ну, кого хотелось бы увидеть в европейских турнирах? Да, все, все это... То есть и Арсенал, и Урал? Да, я думаю. Ну, а если у нас Тос набрал в прошлом году Кубок, почему бы не взять этим командам? Нет, взять это одно, выступить в Лиге Европы. А в Лиге Европы играл Уфа, вспомни, шестое место, которое заняло, ну, для дебютанта не так уж плохо они выступили. Оренбург. Ну, Оренбург симпатичная команда. Вспомни последний матч с Краснодаром, как они сыграли в Краснодаре. В принципе, я думаю, любая команда достойна выступать. Ну, а думаю, для Локомотива, я думаю, будет это... Как сказать, что... Когда он последний раз у нас был... Ну, лет пять назад, наверное. С Божевичей, по-моему, единственный Кубок. Ну, вот, скорее, Локомотив тоже будет заинтересован, потому что сейчас такая борьба идет, там, вверху таблицы за место в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, что, думаю, обезопасить себя от этой борьбы, завоевав Кубок, я думаю, будет Локомотиву престижно. Ну, я думаю, для любой команды. Не чужой, скажем так, человек в Ленинском районе, ныне руководит Ростовской областью, как-то в своем интервью сказал, что если Ростов выйдет в финал Кубка России, то он обязательно приедет на этот матч и будет поддерживать свою команду. О какой команде вы сегодня говорили? Олег, ты так сказал об этом... Завуалированно, да. Ты так об этом ярко говоришь, что такое ощущение, что Ростов, видно, переедет играть. Видно, не переедет играть, но мне почему-то хочется, чтобы Ростов получил трофей. Я думаю, что пара как раз будут финальные Ростов и Арсенал. Ну, вот это вот мое видение. Те матчи, которые я увидел, да, вот в исполнении Локомотива, Ростова и других вот команд, и Урал того же самого, да, но предпочтительнее вот прям вот вижу, что финал будет именно Ростов, Арсенал. Илья, есть предпочтение? Пускай это парагнозом, пускай будет. У меня, знаешь, такая улыбка после результатов 1-4 была на лице того, что Кубок начал чувствовать очертания прошлых лет. 5-4 команды остались, как и в предыдущие годы, но прямо скажем, неведущие клубы остались в розыгрыше Кубка России. Ну, а Ростов, конечно, будет драться за выигрыш, как и Локомотив, но Ростов в последнее время играет только в ничью, а в Кубке явно нужно побеждать. Ну, смотрите, а если бы в Кубке была такая история, в полуфинале встречается, ну, так условно говорю, ЦСКА, Спартак, Зенит, там, не знаю, Локомотив, Краснодар, да? Ну, другая вывеска. Ну, ты на прошлой передаче... Я максималист. Да, я знаю, ты говорил, что Илья правильно сказал, что это просто сейчас так получилось, что прошли не очень такие самые сильные клубы, но до этого-то и Краснодар был еще в Кубках, ты говорил, что сейчас Кубок какой стал, что практически все команды Премьер-лиги оказались в четвертьфинале. Ну, не все, говорю, команды Премьер-лиги оказались в четвертьфинале, что не было давно уже у нас такого. Вот, поэтому в этом сезоне, ну, пускай Локомотив там получается, как самая такая звездная команда. Ну, пока да, по имени. Ну, а остальные все такие кубковые команды у Порта, я думаю, никто не будет просто так спустя рокова играть, либо сдавать как-то матч. Это будет борьба. Ну, я с удовольствием посмотрел бы матч Ростов-Локомотив, не буду говорить, за кого бы я... А где финал будет это, кто мне скажет? По-моему, в Волгограде. В Волгограде будет? По-моему, да, в Волгограде будет. Команды, которые выступают в Кубке России, кто завоюет Кубок России, будут на следующий год выступать в Лиге... Вернее, ну, в следующий, имеется в виду, сезон, да, выступать в Лиге Европы. А как же... В групповом, да? В групповом. Сразу. Да, в групповом сразу. А как сыграли наши команды, которые продолжают свой поход по европейской весне именно в Лиге Европы? Были сыграны матчи 1-8 финала. Наши две команды, «Зенит» и «Краснодар», встречались на прошедшей неделе. И вот результаты. «Зенит» проиграл у себя дома, «Вильяреалу» 1-3, и «Валенсия» у себя дома. Тоже испанская команда победила «Краснодар» со счетом 2-1. Друзья мои, «Зенит», мне казалось, выглядел, ну, по крайней мере, не мальчиком для битья. А что произошло, Илья, на твой взгляд? Дома 3-1, и я честно скажу, вот по мне, без шансов. Ты знаешь, вот эти две игры, они складывались не так, как можно было ожидать оба. И «Зенит» мне напомнил такого, знаешь, старого боксера, который выше классом против какого-то молодого задиристого парня. И он должен был на классе выиграть по очкам этот матч, но вдруг просто начал пропускать удары. Резкие и результативные. Вот все, что произошло с «Зенитом». «Зенит» так много было слов, что «Зенит» должен был размазывать «Вильяреал», но на деле дерзкие молодые ребята, я так понимаю, даже большинство из них не игроки основного состава, выиграли по делу. «Зенит» очень даже жалко смотрелся. Учитывая, что «Вильяреал» у себя в Испании на 14-м месте, мы говорили, а на 16-м уже, да. Чуть ли не предпоследняя команда. Я вот писал в нашем чате, что действительно первая команда, которая идет на первом месте в чемпионате России, играла практически с предпоследней командой в чемпионате Испании. Посмотри, как сложилась игра и какие скорости, допустим. Вот Илья не сказал об этом, что «Вильяреал»-то за счет быстроты, за счет быстрой передач, за счет мышления какого-то, хотя не сказать, что у них состав-то не звездный состав. Абсолютно, да, абсолютно. Ты понимаешь, вот привык, мне кажется, «Зенит», вот даже последняя игра, кто смотрел, вот еле-еле они натяжно так выиграли в чемпионате России, «Зенит» привык вот к такому темпу в чемпионате России. У него хороший состав, у него практически два состава. А он когда шел по сетке Европы, он тоже не особо напрягался, грубо говоря. Да, согласен с тобой. Раз нужный ему результат минус один, он прибавлял немножко, забивал и опять садился. Что такое «Зенит»? Вот вчера как раз был матч «Зенита», и говорили, что у него часть игроков просто не вошло, Джирков и плюс остальные, они вошли, потому что ограниченное количество игроков можно заявить на Лигу Европы, да? И часть игроков у них просто не входит туда, ну нельзя больше. И они, получается, остаются играть только в чемпионате России. Ты понимаешь, какой состав у них сумасшедший? То есть можно варьировать «Симаку» как хочешь. Когда дело в «Симаке»? Возможно, согласен, возможно. Возможно, опыта не хватило, возможно, не знаю чего. Это не «Уфа». В «Уфе» да, получалось. Все дело в том, по крайней мере, забегая немножко вперед, я скажу, что у «Зенита» самый лучший процент позиционной атаки. А что такое позиционная атака? Да, это налево, направо, ближайшему. Барселона. Перевел, да, перевел один фланг, опять через центр, да, на другой фланг. В позиционной атаке они лучшие в чемпионате России, да? Что показал «Вилериал»? Скорость, забегание. Вот, а «Зенит», кажется, сейчас не способен показать именно вот такую игру. Ну, «Зенит», где «Зенит» и где «Барселона», учитывая состав, которые строили под эту игру. Я тебе хочу сказать, что мы сейчас говорим первое место и последнее место, да, в Испании. Но, скажем так, и «Гранды» испанские проигрывали своими. Ну, понятно, они там проигрывают, это их проблема. Ну, понимаешь, когда приезжает такая команда, либо такой сильный чемпионат Испании, да, там любая команда может обыграть нашу будущего, допустим, чемпионов. Ну, а «Якс» обыграл «Реал»? Либо… «ЦСК» обыграл «Реал»? Ну, «ЦСК» не последний, но если бы «ЦСК» шли на 16-м месте в чемпионате России, обыграли «Реал», конечно, это была бы вообще сенсация, я считаю. Ну, «Реал»-то идет на каком месте? Ну, «Реал» идет в… А вспомните, когда «Ростов» в «Лиге чемпионов» обыграл «Баварию» и отшел «Чемпионате России» на 10-м месте? Ну, да, была такая история. В чемпионате Испании нету первого, второго, третьего места, ни в одной европейской стране. Там четыре команды, потому что «Испания» на первом месте в рейтинге, там четыре команды выходят в «Лигу чемпионов». И понятно, что «Реал» понимает, что уже «Чемпионство» он упустил, он просто будет сейчас доигрывать, он уже попадает, он на третьем остается. Но сейчас сменил тренера его, да? Сменял тренер, «Зидан» пришел, тем более. Вернулся. Вернулся, да, можно сказать. Поэтому мы что-то по «Реалу» перешли, да? Ну, а почему бы и нет, не вспомнить «Хорошие мальчики». Тем более, до нас дозвонился наш телезритель. Добрый вечер. Сорвался звоночек. Валенсия-Краснодар. Вот абсолютно разные, да? Первый тайм и абсолютно другой второй тайм. Есть у нас звонок? Подсказывать мне нет? Нету звонка. Великолепная Валенсия в первом тайме. И великолепный Краснодар во втором. Я обожал. Либо Валенсия никакая во втором. Хотя Краснодар хорошо стреляет. Первого тайма счет. Первого тайма 2-0. И Валенсия вышли при счете 2-0. Увидели, какой Краснодар. Говорят, о чем будем напрягаться. Нам еще играть через два дня в чемпионате Испании. Но, согласись. Грубо говоря, сейчас забив Краснодар, он делает... Да? Побеждает дома. Ну, не факт. Старк и все. Не факт, Женя. Только сегодня мы разговаривали, сидели с Кириллом. И вот здесь нет. Что Краснодар с Нового года не выиграл ни одного матча. Ни одного. Да. А вдруг это будет именно тот матч? Ему надо выигрывать Валенсии. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, приветствую. Ну, посмотрев «Зениты», я увидел, что насколько мы отстаем в футболе, я имею в виду, от западных все-таки. И не только в футболе. Очень далеко. Все делаем медленно, все делаем не точно. Нужно вперед, где-то мяч идет на черте куда вообще. И вот это пока мы перебрасываем с одного фланга на другой, потом в середину, потом еще куда-то. Они нам забивают мячи и правильно делают. Они идут вперед. Задача нападающих что делать? Идти вперед, получать мяч, идти вперед и забивать. Конечно. У нас, к сожалению, не так. И тем не менее, я считаю, что у Краснодара больше шансов. «Зенит» проиграет. Он столько отыграть невозможно. Два мяча? Ну, хотя всякое бывало. 2-0 почему? Это 3-0. Как играет сейчас «Зенит»? Они на чужом играли. Ну, так. Ну, 1-0 там с кем-то такое. Вот чуть-чуть. Так вот. Небрежно. Плохо. На мой взгляд, они играют плохо. Набор игроков хороший. Что им мешает играть лучше? Не знаю. Ну, уж точно не зарплата. А вот у Краснодара, мне кажется, больше шансов. Шанс съездил. Правильно же, я с тобой согласен. Достаточно сыграть 1-0, но 1-0 надо тоже суметь сыграть. Надо отстоять свои ворота и этот один забить. Вспомните с Эренбургом матч последний. Последний матч с Эренбургом пока. Я считаю, что у Краснодара шансы есть. Да. Согласен. Спасибо. 2-1 вели. Да, спасибо большое. Действительно. Зениту 3-3 тогда получается забивать надо, да? Зениту надо забивать 3. И не пропускает. Ну, можно, нет. Пропустить можно. Тогда 6. Нет, чтобы пройти дальше. Пропустить можно. Я, чтобы пройти дальше. А так 3-1. Ну, 3-1 дополнительное время, но что, пропустить-то можно? Зенит отыгрывался из более крупного счета, по-моему. Да, 4-0 отыгрывался. Может быть, Зенит продолжит тренд европейских команд и камбэков. Да, согласен. Я очень буду переживать, честно говоря, за Краснодар. Очень. Зенит, он уже побывал и в Лиге Чемпионов, и выигрывал в Лиге Европы. И все у него было. А вот Краснодар мне очень хочется... А я буду переживать и за Зенит, и за Краснодар. Конечно. Но за Краснодар я все-таки буду переживать, как... Нет, я забыл, буду переживать. Может быть, чуть больше. Напомните мне, когда сборная... Сегодня объявили состав. А когда игры в сборной? Ну, в апреле точно будут. В апреле, да? После 20-го тура играем. Нет, я просто смотрю, кубок у нас 20-го, ты тут показал. Мне кажется, 21-го, что мы играем там или какого-то. Ну, где-то так вот они идут. Да, уже на следующей неделе. На следующей неделе. Играем с Турцией, да. Получается. А как же кубок? Вот это я пока тебе не скажу, потому что это не запланировано. Ребята, Беляева за арсенала не брать в сборной. Болеем, естественно, болеем за наших. Переживаем. И удачи, потому что уже в этот четверг... Ответные матчи, да. Зенит будет играть на выезде. Краснодар будет играть дома. Естественно, будем переживать за эти команды. Идем дальше, дорогие друзья. Чемпионат России. 19-й тур состоялся. Результаты в большей, наверное, степени. Так, процентов на 70, как минимум. Результаты были такие, которые, наверное, и должны были быть. По крайней мере, исходя из турнирной таблицы. Итак, Крылья Советов крупно обыграли Енисея 4-0. ЦСКА крупно обыгрывает Рубин. Ростов Арсенал 0-0. Арсенал в этом году не проигрывает. Зенит Уфа 2-1. Уфа начала достойно. Но потом Зенит все-таки за счет мощи своей, по крайней мере, по именам, обыграл. Динамо, Спартак. Уверен, все болельщики всех клубов. Локомотива, Краснодара, ЦСКА болели за Динамо. Но, как говорится, в анекдоте не шмогла. Анжи Локомотив 0-2. Вообще, по мне кажется, без шансов для Анжи. Ахмат Урал 1-1 и Краснодар Оренбург. Как всегда, Краснодар подарил нам какую-то феерию. Не только голевую, но и по драматургии, и по какие, да, как развивались события. Итак, давайте первый матч обсудим. Прошу прощения. ЦСКА Рубин, счет 3-0. И вот сейчас, да, ЦСКА 3-0. И я хочу сказать. Вот то, что показывал ЦСКА в матче с Арсеналом. Вот то, что показывал Зенит в матче с Вильяреалом. Вот это 1-1, мне кажется, копия. И какой ЦСКА был в матче с Рубином. Агрессивный, напористый. И все остальные эпитеты. Эпитеты, сыпь, сыпь, говори эпитеты. А то ты как нашего команды выпускать, так у тебя эпитетов в большее гораздо, чем хвалишь. Сейчас мы подкинем на вентилятор. Ну хорошо, договорились. Расскажи об этой игре. Начинай. Ну что, игра была замечательная. Результаты еще лучше. Все, что ты можешь рассказать об этой игре, результат замечательный, игра замечательная. Ну а что, мы выиграли по делу. Мы обыграли команду Бердеева, которая отлично играет в защите. Как ты бы увидел, да? Заметили, да. Заметили же. Что еще можно сказать? То, что счет 1-0 стал на какой-то там 60 в какой-то минуте, а 3-0, потому что второй был забит на 82, второй и этот на 90. Да. А так-то 1-0. Любой стандартик, отскок, рикошет и до свидания. Кто говорил, что 1-0 намного приятнее счет, чем 2-0 при игре? Это Каркен говорил. Нет, Ликапелло говорил. Нет, это Каркен говорил. Постоянно команда в напряжении. Если 2-0, команда начинает оставляться. Поэтому 1-0 это достаточно было для Рубина. Ну, так получилось, что и Чалов хорошо сыграл, забил великолепнейший мяч. И рад, что вызвали его в сборную. Молодец, парнишка. Илья, может быть, ты другими глазами смотрел на этот матч? Мне кажется, это был самый простой для прогноза матч за весь прошедшие 19 туров. Потому что во втором тайме коэффициент на Рубин при счете 1-0 был 41. Я такого коэффициента не видел никогда, признаюсь. Я вообще больше 10 в Чемпионате России не видел, а тут было 40. Я 20-й видел. Нет, потом было 40. Перед матчем какой счет ты сказал будет? 3-0. Ну, на 10-й минуте уже было понятно, мы с вами обсуждали, что иногда бывает такое чувство, как складывается матч, что как вот он и закончится. Вот на 10-й минуте я сказал с теми людьми, с кем я смотрел, что будет 3-0. И так оно и получилось. Так совершенно другой был ЦСКА. Ну, нет. Рубин был никакой. Эта команда сейчас не конкурент. Хоть она идет на шестом месте, эта команда будет опускаться ниже и ниже с каждым туром. Эта команда просто позволяла делать все те же передачи, которые Арсенал прерывал. Но Рубин просто не готов конкурировать с командой уровня ЦСКА. Все ты говоришь, все будет ниже и ниже опускаться. Не, но ЦСКА играл тоже. В 20-м туре Рубин дома играет с Ростовом. Каков будет результат? Ну, в лучшем случае 0-0 для Рубина. Не, я думаю, Ростов победит даже 1-0. Я думаю, что даже я бы поставил на 1-0 в пользу Ростова, однозначно. Такое ощущение, что они вообще не знают ничего о футболе, по крайней мере, российском. Почему? Зато мы об испанском можем поговорить. Сереж, удавалось ли посмотреть эту игру? И действительно ли ЦСКА так преобразился после игры с Арсеналом, когда мы говорили, что Гончаренко должен был им вставить? И говорил, что мне такой футбол не нужен. Не, ну понятно, что я думаю, Гончаренко провел беседу. Были изменения в составе старта. Вот, и я соглашусь и с Ильей, и с Женей. Потому что и ЦСКА был немножко другой, естественно, после встряски Гончаренковской. Но и Рубин, действительно, я увидел совершенно не Бердыевский такой немножко. Не Бердыевский, да, согласен, это правильное определение. Вот этот вот Катеначи, его любимый, когда он играет от обороны, когда 1-0, там и закатили, не закатили. Тем более на выезде. А ты посмотри, когда команда Бердыева была в Ростов, да? Вот они играют совсем в другой футбол. Вот я и говорю, Женей. И все команды играют. Вот я говорю, что сейчас исполнители Рубина. Вот, вот мы сейчас ехали, говорили, что ушли два основополагающих игрока зимой. Зимой потерял Рубин. И вот Илья правильно сказал, что я думаю, что Рубин будет действительно падать. Тренерский штаб ушел наполовину из-за Рубина. Согласен, у нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Проблемы с финансами. Добрый вечер. Еще раз, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Ну, во всяком случае, я ожидал, что армейцы, я счет не знал, будет какой, но ожидал, что выиграют. По одной простой причине я смотрел Рубин Ахмат, когда они играли. Я считаю, что там вообще судья сделал этот счет. Вместо трех минут он держал там чуть ли не шесть минут, видимо, ждал, пока случайно Рубин забьет. А так, в принципе, для меня это была абсолютно нулевая игра. Это я имею в виду Рубин Ахмат. Да, 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 да. ЦСКА, вот такой вам нравится? Ворот и доворот. И я так и думаю, сейчас по нулям закончат. Смотрю, все продолжается, продолжается. И вместо трех минут играли действительно чуть ли не шесть минут. Мне это непонятно. Я понимаю, что время определяет судья, почему назначили три минуты, а не пять, и не четыре. Там я просто... Значит, были остановки? Ведь они же тоже... Какие там остановки за эти три минуты? Что там было? Ничего, Олег. Я понимаю, когда на протяжении всего матча там есть остановки, он показывает желтые карточки и так далее. Это понятно. А за эти три минуты там никаких остановок не было. Мне непонятно, почему продолжали так долго играть после девяносто минут. И поэтому я ожидал, что матч будет другим. Тем более заявление ты сам сказал. И я это слышал, когда Гончаренко сказал, мне такой, такая команда не нужна. Или что там? Ну, суть такая, да. Суть такая, да. И поэтому... Как вам соискало? Первый тайм, так сказать, как были ли, не очень ни шатка, ни валка. Видимо, в перерыве был дополнительный разговор, хотя он накануне наверняка у них был. Они же разбирали матч наверняка. Я имею в виду, с арсеналом. Поэтому во втором тайме команда преобразилась. Результат налицо. Ну, а там что, 3-0 или 2-0 будет. Важен был положительный результат в данном матче. На мой взгляд. Согласен, согласен. Но, что я хотел бы добавить в связи с этим. Вспомните, когда была эра Испании. Выиграли чемпионат мира, выиграли чемпионат Европы. И вот это вот, да, распасовочка туда-сюда, туда-сюда. Все. Эра Испании. Закончилось. И этого футбола. Все. Закончилось. Сейчас побеждают команды, только которые играют на скоростях. Только которые играют быстро, агрессивно, с глубоким прессингом. Не, ну а что, подожди, подожди, английский скиль. Зенит Валериал, ты смотрел. Так. Так Валериал и играл против Зенита. И победил. Прессинг скорости. Да. Я и говорил, что сейчас в прошлом времени. Это как в шпанские команды, как англичане стали играть. Нет, я просто говорю, что ЦСКА сыграл с ПОМ именно в этот футбол. Я думал, ты говоришь, что был высокий прессинг. Какой высокий прессинг был. Нет, ну прессинг там, да, согласен, сейчас везде. Это от физики тоже. Иначе бесполезно. Конечно. Понимаете? И только такой футбол, как мне кажется, будет давать Результат Зенит, кстати, вот на этом обжегся. Это тренд. Не было вообще прессинга никакого. Это тренд последнего времени, мне кажется. И мне вопрос к болельщикам ЦСКА. Вот как вы считаете, что ЦСКА, вот где настоящий ЦСКА? Ну понятно, что там, может быть, Осечков в Туле, да? Ну не в Туле, где он, в Грозном. С Тула, вернее. Вот и тут с Рубином. Вот как определить, действительно, какая команда? Потому что здесь немножко ложная, да, вот Илья, согласись. Потому что нельзя по матчу с Рубином и по матчу с Арсеналом действительно силу. Может быть, ты ответил на свой вопрос, что пока что и не понятно. Нет, я не могу понять, понимаешь, какой ЦСКА действительно настоящий и какая сила у него будет. Я уверен, что ЦСКА это тот, который играл с Рубином. Не, ну, Олег, ну опять же, я тебе говорю, что нельзя сказать, что с Рубином именно вот... Идеально. Это такая лакомская бумажка была у Рубин, что действительно можно определить, вот ЦСКА действительно... Сергей, знаешь, что я тебе могу сказать про ЦСКА в частности этих двух игр? В том, что чем ЦСКА отличались от всех других команд российского чемпионата? Тем, что они всегда набирают очки с командами, с кем они очки должны набирать. Да, да, да. Поэтому в этом смысле все-таки матч с Рубином, наверное, ближе. Вот за что, по слову, сейчас динамовское руководство випинает, что он два матча с аутсайдерами сдал, ну не сдал, проиграл в Химках. И вот эти шесть очков сейчас вот, сейчас бы мы где-то хотя бы около Спартака там бултыхались. Как все хотят бултыхаться. Не, ну дома, домашние нельзя, правильно Илья говорит, нельзя аутсайдерам дома проигрывать. Олег, ну это позор, понимаешь? Ты бьешься, блин, с этим... Ну ЦСКА с Енисеем, напомнить, как сыграли? Напомню. В первых турах. Ну это когда было? Ну какая разница, в этом сезоне? Ну на выезде. 1-1. На выезде, они летели долго. Дома, дома, дома. На выезде обыграли. Дома мы играем не очень хорошо. Вот к сожалению. Но настоящая ЦСКА, я говорю, что мы еще не видели. Я думаю, что мы приближаемся к тому идеальному ЦСКА, который я вижу, это процентов, наверное, на 75, ну приблизилось. В игре с Рубином, да? Это не полностью. Даже не весь потенциал раскрыт в матче с Реалом. Да, мы победили там 3-0. Но потенциал у команды виден, что можно еще лучше сыграть. Еще быстрее, еще точнее делать передачи. ЦСКА, когда будет играть там с кем-нибудь? Уже совсем скоро. С пятерки в первой. Уже совсем скоро. С Зенитом, по-моему. Но сначала мы играем с Уралом. В мае мы с Зенитом ЦСКА играем. Вот смотрите, 19 туров, да? ЦСКА, первая команда, которая пропустила меньше всех мячей, 10, да, за 19 туров. Поэтому мне кажется, что Гончаренко именно от этой печки, отталкиваясь, да, показывает результат. Ты хочешь глядь от защиты? Ну, согласись, мы с 2 матча играли, скажем так, разными тактическими схемами. Мы играли с, по-моему, 4-мя защитниками, играли с Арсеналом. И здесь мы играли в привычные свои 3 центральных, ну, грубо говоря, 5 защитников. И получалось так, что мы очень насыщивали, насытили центр поля. За счет этого. Ну, а Фернандес, он какой пас отдал? Ну, это вообще Фернандес. Нет, один из лучших это Фернандес. Ладно, давайте ЦСКА, наверное, закончим. Можно много петь дифферамбы. Можно, конечно, петь дифферамбы, да, но время неумолимо. Что я могу сказать? Всем болельщикам ЦСКА молодцы. И команда, и болельщики, в общем-то, справились. Справились, пускай, как некоторые говорят, не с самым серьезным соперником. Хотя 6-е место, ну, я не думаю, что это какой-то слабый соперник. Переходим к матчу. Вывеска 19-го тура. Динамо-Москва-Спартак-Москва. Да, вздохнули все болельщики Динамо, потому что уверен, что они ожидали другого результата, но, как я уже выше сказал, не шмогла. Сереж, почему? Почему? Что? Почему не порадовали болельщиков? Ну, почему? Потому что в первом тайме немножко сыграли не свою игру. И быстро Спартак со штрафного забил мяч. И не реализовали свои моменты. Это слет коротко. То есть, моменты были, не меньше, чем у Спартака. Может, и больше по опасным таким. Ну, вот видишь, у нас некому есть. У нас не было своего... Кто забил там? Джики. Джики, да, игрок сборной. Вот Джики не было. У вас был Шунин, игрок сборной. Ну, Шунин отбил, какой мяч, что он... Нет, ну, Джики забил, значит, Шунин должен был забить. Два игрока сборной. Один забил, второй не забил. Да, он же в конце. Он же ходил в конце два раза. Шунин пришел на угловой. Конечно. Я думал, конечно, забил. Шунин не человек. Да. Ни разу. Как оказалось. Ну, видишь, как получилось, что перенесенный матч со стадиона Динамо. Ты знаешь, может быть, и хорошо, что перенесенный матч. Да, ну, мы уже, да, говорили. Я уже написал, что перенесли в Динамо. С утра мне что-то осенило. Думаю, может, действительно хорошо, что перенесли. А как ты расстраивался, что о, негодяи, перенесли. Да нет, ну что ты. Нет, я потом успокоился. А потом я тебе сказал, все в порядке, не переживайте. Все нормально, да. Сейчас и полянка подрастет, все будет хорошо. Ну, а по матчу действительно можно сказать, что... Может быть, Хохлов. Понимаешь, из-за того, что тут я писал, что не было Юсупова, пришлось ставить центр прошлогодний, это СОУ-ТТЭХ. СОУ после болезни, он, может, процентов на 50 восстановился, потому что там такая темная история. Он отказался от операции, предложенной динамовскими врачами, и сказал, что я поеду лечиться во Францию, и буду там физиотерапией лечиться. Вот приехал, не знаю, вылечился, не вылечился. Вот, это раз. То есть, понятно было. Он выпадал, было видно, что СОУ был не в своей тарелке. Рауш тоже, он не сыграл ни одного матча за Динамо. Он вышел, я дай бог памяти, в товарищеском матче на сборах в Турции, на один тайм, наверное, и видно, провалил край свой. Козлов получает травму, выходит Мороз. Сереж, Сереж, вот эти оправдания, это в пользу беды. Хорошо, Сереж, он провалил свой край. Динамо сыграл ни одного, но пропустили-то они не сыгрыли. Это просто случайность. Вот это вот хороший удар Джиги. Не хочу сказать, Шунин не виноват абсолютно в голе в этом, потому что мяч был откинут на метр, и надо было по-другому сыграть. Там просто по-другому играется, понимаешь, если мы не специалисты в футболе, но, как правило, если мяч откидывается, один из игроков выбрасывается. Не вся стенка выбрасывается. Никто не выбрасывал. А там вся стенка развалилась. Повернулся вообще спиной, да, как сказал один из вратарейков, комментировал, говорит, ну кто так делает? Он поворачивается спиной, получается, он выключается. Конечно, там просто, ну, и удар, конечно, сумасшедший. Я думаю, что если Джиги ударят 20 раз, он из 20 только один раз попадет. Попал хорошо, молодец. Ну, сказать, что Динамо играл, ты говоришь, провалит фланг. Забили с него? Нет. Нет, ну, второй тайм, опять же. Второй тайм, Динамо играл великолепно. Не повезло. Наш гол. В штангу попал там. Даже Джиги спас. Да, в пустые ворота били, не попали. Ну, а что ты говоришь? Это просто матч случайности. Посмотри, первый раз я защищаю Динамо. Да, в матче со Спартаком. Только потому, что матч со Спартаком. А ты надеялся, что Динамо отнимет очки у Спартака. И то я, знаешь, в этом вся причина. Надеялся. Надеялся. Нет, я честно написал еще перед матчем, что фаворитом, конечно, будет Спартак. Потому что Спартак по исполнителям и по составу действительно сейчас сильнее. Да, Сереж, забейте вы свои моменты. И сейчас другой разговор будет. Я сам удивился, что Спартак был такой, особенно вторым таймингом. Ничего он там не показал особо. Вот именно. Ничего не показал. Спартаком можно было спокойно играть и даже выигрывать. Можно. Ну, нет, нет людей таких, кто мог задеть. А что с Панченко? Ты вчера читал Аршавина, не читал, вернее, он комментировал матч. Он был полностью за Динамо, что мне вообще Динамо понравилось больше весь матч. Они более осмысленно играли. Спартак как-то играл немножко хаотично. Но у Динамо не было исполнителей. То есть где-то там чуть-чуть ввести кого-то, где-то что-то обострить. То есть были немножко прямоленинные игроки, которые в атаке не могли. Кроме Жальзинио, там, да, он такое определение. Бразилиец, там все понятно. А остальные, понимаешь, не хватило чуть-чуть. Ну что ж, Панченко сидит на лавочке. Почему? В униформе. Я посмотрел все матчи, которые выпускал у Хохлов. Он забил один мяч на сборах. И тот за вторую команду. Но раз исполнителей нет, Сереж, почему бы он не выиграл? Панченко после травмы, ну никак он. Пока не выиграл. Куда, понимаешь, он же не нападающий, он под нападающим. Значит, кого-то убирать надо из центра. А центра надо насытить. Понимаешь, там проблем полно у Хохлова бедного. Зимой не усилийся. Один пришел Юсупов, все. Некем усиливаться. Давайте вспомним матч Анжи Локомотив. По крайней мере, по результату, который показали. Потому что Локомотив все-таки действующий чемпион России. Анжи Локомотив 0-2. Как я уже говорил, здесь просто Локомотив сделал свое дело, когда и должен был, наверное, это сделать. Посмотрим турнирную таблицу, которая сложилась. Анжи сказал хорошо после матча. Что там? Он сказал, что во время войны 16-летние выходили на линию фронта. Так же, когда я выписываю пацанов. А, ну это да. Пацаны. От ЦСКА, да. И дальше у нас такая плотненькая группа Спартак, Локомотив и все тот же Рубин, который, как Сергей говорит, всего лишь 7 очков от лиги чемпионов. 5 очков от лиги чемпионов. Нет, если мы говорим, что Рубин у нас плохая команда. Рубин будет терять. Рубин будет терять. Мы не говорили этого. От лиги чемпионов. Мы сказали, что он не слышал. Конечно, результат. Хорошо, давайте смотрим вторую часть турнира таблицы. Динамо, Арсенал, все рядышком. Но, смотрите, 23 очка набрали и Динамо, и Урал, и Оренбург, у которого, кстати говоря, игра в запасе. И поэтому, если в прошлой программе мы говорили, что Динамо делит 8-10 место, то сейчас мы говорим, что Динамо делит 10-12 место. Одинаковое количество очков. Ну и Енисей, скорее всего, уже, по крайней мере, до колена уже точно в первой лиге. Ну и Уфа, Анжи, Крыльсоветов, вот эти команды, как мне кажется, будут не бороться. Хотя Крыльсоветов играют сейчас очень хорошо. Крыльсовет выйдет из сезона. Выйдет однозначно. Однозначно выйдет. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Потому что Оренбург туда отправится, скорее всего. Скорее всего, да. Скорее всего, Оренбург. Соглашусь. Ну что ж, идем дальше. Матчи чемпионата России, 20-й тур, что нас ждет уже в эти выходные. Итак, Анжи, Крыльсоветов, вот еще одна, как говорится, момент для крылышек набирать очки. Анжи, скорее всего, навряд ли будет прогрессировать, что называется. Сереж, Оренбург, Динамо. Оренбург сейчас полетели-взлетели. Играете на выезде, посмотрим, что из этого получится. Урал. Урал, ЦСКА на выезде. Тоже хороший матч. Очень будет хороший матч. Урал, неплохая команда. Да. Погребняк. Да. Рубин, Ростов. Вот эти две команды. Одна идет на шестом, другая на седьмом месте. Интересный спарринг. Да. И будет очень интересно, учитывая, что Рубин играет дома. Арсенал, Енисей. Вот тут команды будут решать, кто будет набирать очки. Если Арсенал наберет, и он практически себя обезопасит от зоны вылета. Уфа, Ахмат, то же самое. Локомотив, Краснодар. Хороший матч. Великолепный матч, да. И так попалось в 20-м туре, что и Локомотив, Краснодар, и Спартак, Зенит. Эти матчи... Мы побеждаем. Из первой пятерки. Из первой пятерки. Какой результат устроит ЦСКА? Давайте, да. Какой результат устроит ЦСКА? ЦСКА. Локомотив, Краснодар. Поражение от Зенита? Локомотив, Краснодар. Я думаю, не Чапская будет. Хорошо. И Спартак, Зенит? Ну, естественно, чтобы победила... Кто же пусть победит? Московская команда. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Как бы это ни звучало... Ты будешь болеть за Спартак? Ну, хорошо. Боже мой. Я выложу это. На песках. Пускай будет пища. Ой, я теряю сознание. И не потому, что наш телевизор... Телезритель. Зашел в телевизор. Ты позволяешь? Я же терялся в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я болящий клокомотива. Так. Вот. Да. Во-первых, хочу выразить свою благодарность за передачу. Жду каждый вторник. И с удовольствием слушаю ваши разборы. Вот. И у меня с этим к вам вот вопрос. Вы обсудили уже про прошедшие туры. Поэтому вот не хочется узнать все-таки. Как вы считаете, Зенит может удержать лидерство? Или Краснодар все-таки потеснит его с первой строчки? Вот как по игре. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Лично мне кажется, что я это заявлял после трех туров. Хотя мои коллеги подсмеивались над этим. Зенит будет чемпионом. Что вы сейчас скажете? Мы продолжаем смеяться опять же над тобой. Что вы сейчас скажете? Мы опять же посмеемся над тобой. Дилетанты, что тут скажешь? Локомотив нет. Локомотив, скорее всего, третье, четвертое место будет все-таки разыгрывать. Мое личное мнение. А кто будет вторым? Первое, второе, это ССП, конечно. Второе, Зенит. Итак, Илья. Да. Спартак, Зенит. Спартак, Зенит. Молчим. Думаю, что Зенит победит у Спартака. Зенит победит? Да, конечно. Учитывая, что Спартак играет все-таки на выезде. Ну, не только все-таки. Ну, не, Спартак играет дома, Зенит на выезде, конечно. Все равно все-таки Спартак как-то не впечатлил последними матчами. Латако, по крайней мере. То же самое. Зенит играет с Ленцой, но все-таки какой-то потенциал, может быть, за счет исполнителей. Я думаю, что... Ну, как-то вот кажется, что Зенит выиграет. Не знаю, какое-то рациональное чувство. Он с ухой-то еле отскочил там. Сереж, Локомотив Краснодар. Мне лично кажется, что именно эта игра по своему потенциалу будет интереснее, чем Спартак, Зенит. Локомотив выиграет, потому что я посмотрел, какую форму сейчас набрал Смолов в последнем матче. Как он прошел. Смолов это... Гол плюс пас у него, два мяча. С Тамбова? С Тамбова, да. С Тамбова, да. Забил гол и взял передачу. Я думаю, нет, вообще Локомотив на ходу, можно сказать. Если паровозным таким термином брать, то он на ходу. Здесь набрал ход. А Краснодар вот именно буксует. А Краснодар, как мы говорили, с Нового года не выиграл ни одного матча. А по матчу Зенит-Спартак, Спартак-Зенит вернее, я скорее с Ильей соглашусь. Скорее всего, будет либо ничья, либо победа Зенита. Спартак может проиграть дома. А мне кажется, за счет чего Спартак победит Зенит? За счет того, что настрой, эмоции, энергия и все остальное будут запредельными у Спартака. Именно в этой степени. Почему ты так решил? Да. А потому что Зенит приедет откуда? Из Испании. А, ты хочешь сказать, что будет Зенит немножко... Да, Зенит приедет из Испании после матча... Я не учел, я не знаю. В Воскресенье играют, да? Да, а в Воскресенье играют со Спартаком два выездных матча подряд. А у них последний матч играли именно футболисты, почему я завел разговор, что которые вне заявки на Лиге Европы. Да, Жорков играл, да. И кто-то еще там, Аздоев, кажется, не заявил. Они играли, они будут отдыхать. Поэтому разговоры, что в Европе одна команда играет, а на внутреннем другая. Поживем, увидим, как говорится. Итак, переходим к следующей части, даже не знаю, какого балета. Барлезонцы. Уже во вторник, в среду встречаются команды в Лиге Чемпионов, но уже есть и которые определились, четвертьфиналисты Лиги Чемпионов. Давайте узнаем, кто это. Итак, Мальчестер Юнайтед, Порту, Аякс и Тоттенхэм прошли в одну четвертую финала Лиги Чемпионов. Как вам составчик, а? Все четыре победителя, я бы сказал, были андердогами в своих парах. Да, да, согласен. Супер матчи. Да, да. И самое главное, четыре андердога и все по делу. Абсолютно. Как если каратенечко. Ну, хотя Тоттенхэм, наверное, в меньшей степени. Все равно победа какая у Тоттенхэма. В степени. Нет, 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 красивый футбол показали, молодцы. Мне понятно, как в Лиге играет Тоттенхэм. Немножко отличается от того, что он играет в Лиге, в Премер-лиге. Да. Немножко другой Тоттенхэм. Ну, и давайте еще раз вспомним матчи, которые состоятся. Вот уже буквально, кто смотрит нас в прямом эфире, через несколько часов и в среду будут матчи. Посмотрим, кто сыграет какие пары в одной восьмой финала. Итак, Манчестер-Сити-Шальки. Мне кажется, в этой встрече практически все решено. Ювентус в Испании проиграл 2-0. Теперь им дома надо будет отыгрываться с этого счета. Барселона-Леон. Там в Лионе они сыграли 0-0. Поэтому Барселоне и пропускать-то, в общем-то, нельзя у себя дома. Ну и Бавария-Ливерпуль, на мой взгляд, это будет очень хороший, очень хороший футбол. Именно Бавария-Ливерпуль. Ну и, естественно, Ювентус-Атлетика. Я первый раз оказался на стадионе в Барселоне на Камп-Ноу. Играл именно Барселона, играл на Лигу чемпионов с Леоном. Я вспомнил, да. И молодой-молодой еще был вместе. Над программой как-нибудь прийти, такая у меня уже пожелает. У меня даже есть магнитик, ты меня не провозил. Да, да. А можно ваш прогноз выйдет ли Ювентус и Ливерпуль? Я хочу, чтобы Атлетика. Вот честно скажу, я не люблю Ювентус. Я люблю Ювентус, но не люблю то, что сейчас происходит в чемпионате Италии. Я не знаю, что происходит в чемпионате Италии. Моя команда любимая из Италии лидирует. Поэтому я болею за Ювентус. В следующую передачу я обязательно сделаю таблицу турнирную чемпионата Италии, чтобы все наши, как в одном замечательном фильме, чтобы посмотрели дети и заплакали, когда там пирожки-то, красная шапочка и серый лун. Лучшая команда сейчас в Италии это Милан, я считаю. С Дженаром Гатузовым во главе. Мы в последнем матче удалили, где-то на 13-й минуте тренера удаляют. Это нормально, да? Я думаю, абсолютно. И команда выигрывает, да, и идет на третьем месте. Как игрок удаляется. Да, да, да. И продолжает он, знаешь, так. Молодец. Болеет. Болеет. Вот и мы продолжаем болеть за свои любимые команды. Смотрим футбол. И, как всегда, в следующий вторник в 2020 на телеканале Видное ТВ мы обсуждаем лучший футбол в мире. Российский и европейский. Болеем за своих. Пока. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова